Главные герои медики. На рабочем месте встретили Новый год врачи и медицинские сёстры, которые дежурят в стационарных больницах округа. Особенно не просто тем, кто на смену выходит в ковид-госпиталь. Наш корреспондент Кирилл Волконский познакомился с такими. Пап, ты сегодня уедешь на работу и не вернёшься, что ли? Ночью не вернусь, утро вернусь. Больше всех об отсутствии Романа дома в новогоднюю ночь переживает его дочка Инна. Супругу анестезиолога-реаниматолога Олеся к дежурству мужа отнеслась с пониманием, потому что сама доктор. Работа. Мы сами знаем, зачем мы туда идём, да, и что нам это даст. И, ну, так очередь попала, ничего с этим не поделаешь. Работает, так работает. Вот и моя сладенькая. Спасибо. Папе на праздник? Угу. Мандарины и пара конфет. Незателивые гостинцы, чтобы папа не забыл. Сегодня Новый год. Останутся в чистой зоне. Проносить продукты в помещения, где лечат пациентов с диагнозом новая коронавирусная инфекция, строжайше запрещено. Как и снимать средства индивидуальной защиты. В самой красной зоне о Новом годе вообще ничего не напоминает. Всё, что важно для дежурной бригады, сосредоточиться на работе. Мы в новогоднюю ночь будем работать, потому что пациентам без разницы. Новогодняя ночь, не новогодняя ночь. Они болеют, им нужна помощь. Но если будет какое-то свободное время уже после выхода из зоны, может быть, небольшой стол организуем. Там девчонки организовали небольшой стол, собираются. Небольшое послабление всё же есть. Звонок семье буквально за пару минут до наступления 2021-го. Отметить Новый год докторам и медсёстрам всё же удалось. После завершения дежурства в ординаторской буферной зоне. Здесь и ёлка, и украшения, и салаты, и мандарины, и конфеты. А вот нагорячительное – табу. Новый год можно отметить заранее, как это сделала семья Евгения Зырянова, тоже врача-анестезиолога. В ночь с 31 на 1 он дежурил в ковид-госпитале. А накануне дома устроили пижамную вечеринку и чаепитие. Отменить нельзя. Ведь для самого младшего члена семьи Всеволода – это первый в жизни Новый год. Продолжим обязательно отмечать такой праздник домашний, семейный. Ну, небольшую часть времени, ну, какую-то часть времени, да, конечно, проведу на работе. Выполняю свои обязанности профессиональные. Ну, и дома тоже все, значит, необходимые атрибуты, то время, которое будет свободное, будет посвящено семье и домашнему празднику. Утром доктора и медсестры, которые дежурили в новогоднюю ночь, отправились по домам отсыпаться. Отметить любимый всеми праздник они смогут вечером. Кирилл Волконский, Александр Титаренко, Вести Югория, Нижневартовск.